Таши Делик, с вами Буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас 9 октября 2019 года. А, да, уже осень-осень прям. Давно не снимала, что-то я вообще как-то... не знаю. То ли нет желания, то ли нет идей. Какой-то осенний у меня депрессон. Ну, не знаю, в плане того, что вот надо снимать. А я просто не могу себя, знаете, как-то заставить, что вот надо тупо снять ради того, чтобы снять. Если уж снимать, то надо подойти к этому делу с хорошим настроением. Но я подумала, раз я куда-то хотя бы уже вылезла, вот посмотрите на Минскую осень немного. В основном почему-то зелёные деревья, но ещё, наверное, дойдут. До жёлтых и багряных. Настроение замечательное, несмотря на то, что нет солнца, я поняла, что я реально солнечный человек. Но грибной какой-то дождь сейчас какой-то моросит. Тоже ничего, тоже сойдёт. Главное, что не мороз. Потому что мне сказали, если мороз, то для камеры нужен кофр. Чтобы она не замерзала, потому что у меня уже телефон замерзал. Хотя было не очень холодно, но он уже, видимо, старенький. Уже не справляется с температурным режимом таким. Вот. Я иду, иду я в поликлинику, куплю конопельки. Там у нас зелёная аптека. Там можно купить. Как, ну, эту клетчатку у меня закончилась. Ой, вот, смотрите, тут красиво так. Осень вообще как-то не люблю, но... А чё делать? Надо любить-то. Вон, какую шапульку прикупили. А, да-да. Я себя в ней чувствую какой-то художницей. Она, типа, на беретик так и похожа. И туда, и сюда можно отвернуть. А то моя с котейками-то уже на мне. Не туда, и не сюда. В общем, да. Ладно, наверное, не буду долго держать камеру под этим дождиком. А то ещё, мало ли. Опять начнутся какие-то причуды. Я всех очень-очень люблю. Берусь за ум, снимаю в лождике. Да? Приду домой, покажу, чё. Чё интересненького у меня ещё появилось. Всё. Пока-пока. Ой, красиво. Ну, на память будет мне. Оу. О жёлтых деревьях. Вот оно вживую всё-таки красивее как-то смотрится. Не так лысенько. Да. Пока ходила, так уже и стемнело тут даже немного. Чё-то я как-то зависла. В поликлинике туман, слушайте, какой-то прям. Пойду сейчас в гости к папе ещё зайду. Он тут недалеко живёт. Гостинцев-то ему отнесу. Почаёвничаем с папулечкой. Так что идём. Дождь закончился, что, кстати, тоже очень хорошо. Камера теперь подза... Как это было? Камера теперь не пострадает. Вот. О, смотрите. Багряные рябины. Я не знаю, на камере как-то жутковато смотрится. Вот красиво. Почти не попадали листочки. Решила пешочком прогуляться. Немного включила себе радикальное прощение. Слушаю я. В восторге от этой книги. От той анкеты, которая там есть, прилагается. Ой, я прям... Я вчера, кстати, заполнила. Делюсь. Сейчас договорю. Поделюсь. И продолжу слушать. Вот у меня был просто, ну я не знаю, такое ощущение. Это не назвать облегчением, но мне полегчало. Бывают такие ситуации у нас в жизни, когда ты чувствуешь себя жертвой, что к тебе как-то неправильно отнеслись, что-то несправедливо поступили. Например, ты чувствуешь себя жертвой. Ну, бывает такое, согласитесь, у каждого в жизни. И у меня, конечно, тоже есть такие ситуации. И не одна. И вот вчера я одну проработала с этой анкетой. Просто нашла в интернете такую анкету. Скачала. И заполнила. Мне стало легче. Просто круто. Кто читал, радикальное прощение, поделитесь. Кто не читал, всем советую почитать. Очень помогает в жизни вообще разобраться, что к чему. Да, ну я рассказываю о своем опыте только. Кому-то, может, не помогло. Хотя она вряд ли. Вот. Так что вот это саморазвитие продолжается полным ходом. И вот именно такие вот шажочки в принятии, в прощении себя. Тут же еще что закопано? Любовь к себе, самоуважение. Это тоже очень важно. Когда ты себя тюкаешь. Я не знаю, как ты. Пытаешься что-то в себе выкопать того, что даже и не существует. А оно закопано очень глубоко. Села батарея у меня. Да, больше значит слушай книгу, а не балбачее. Ну, короче, я просто хотела что сказать. Что? Саморазвитие вещь хорошая. Кратко, сестра таланта, да? Ну что, буду слушать? Потом еще что-нибудь расскажу. Да? Расскажи и покажу. Ну что, я уже дома. Покажу, что купила. Вот свою клетчаточку. Ох, да. Вкуснота невероятная в смузи. И вот такие вот гематогоши. Очень вкусные. Но это для вложек у моего. Мама тут играет. Рядышком. Так что вот. Очень вкусно. Мне так нравится, как настоящие шоколадки. Ням-ням. Такая мусочка забавная в игре. Накачали маме Игорю. О, Игорь. Мама просто это. Другая Windows. А у меня Windows 10. И у нас тут много чего можно интересного. В этом Windows маркете. Накачать. Так что вот. Мама играет. А я сейчас буду всякими делами заниматься. Да-да. Деловая кубаса. Вот еще покажу, что я сделала. Это я распечатала. Нашла картинки в интернете обычные. И на такой плотной бумаге достаточно распечатала. Картинки это. Ну, примерно опять будет. И это я хочу для ежедневника. Может быть, даже заламинирую. Ну, вот дырочки поделать. И вставить. И вот тут разные. Типа фразочки. Тоже их. Хочу сделать из них наклеечки. Это вообще как бы наклеечки. Но в Минске я таких не нашла. Поэтому буду клеить просто так. И вот тоже вот такие вот всякие фразочки. Очень люблю их. Как мотивашки такие. Тут вот с планкой. По сколько раз. Получается. По сколько раз получается стоять. Ну, начиная тут со скольки. С 20 секунд. И заканчивая. Сколько? 5 минут. Тоже вот хочу вот эту штуку. Но она, конечно, круче, когда это наклейка. Но что делать, если в Минске нет. Вот эта мне очень нравится. Картинка. Это я вообще просто картинку нашла. Нашла вот эту фразу про йогу. Я ее сюда вставила. Это из Пхагаладгиты. Йога это путешествие самого себя через себя в себя. Вообще просто класс. И этот кусочек мантала тоже тут было просто белое. Я его вставила. И решила распечатать это тоже вставить. Вот эти мне тоже очень нравятся. Картинки. Фламинго. Джунгли. Джунгли. Намасте. Просто класс. Ловец снов тоже просто невероятной красоты. Перья. Класс. Гусины. Все как я люблю. Ну и тоже всякие мотивашки. И тут тоже они. Ну, кстати, наклейки я тоже купила. Сейчас покажу, что нашла. Да, кстати, купила еще вот такой конверт пластиковый. Он был немного длинноват. Я его тут укоротила. Вот эту штучку передвинула. И тоже он пойдет в ежедневник. И вот так вот он открывается легким движением руки. Наклеила тут всякого такого, что поднимает настроение. Так что я делюсь. Итак, звездочки у меня были. Где те наклеечки? Куда я делаю? Ну, покажу вот, что у меня, кстати, получилось из того, что я понавырезала. Просто вырезала. К скотчем обклеила и приклеила на двойной скотч. Все достаточно тривиально. А где те? Я сюда что-ли не положила? Ну-ка, сейчас разберемся. Итак, наклеечки найдены. Я их в описании, короче, оказывается, не достала. И они лежали в портфеле. Не знаю почему. Мне почему-то казалось, что я их перекладывала туда. В свой кармашек. Ну, после этого видео как раз и положу. Значит, что тут у нас есть? Классного, интересного. Я прям влюбилась в этот наборчик. Лаки, кто там? Шурудит, ковер. Сейчас я вам все покажу. Так, вот такие вот планы, заметки. Купить, не забыть. Списки дел. Потом вот в таком вот стиле. Идея. Сегодня меня ждут великие дела. Класс. Просто супер. Вот в таком тоне. Розово-серенькие. Птицы. Идеи, планы. Прям все для меня. Голубенькие. Медведя. Такие вот штучки. Гениальные идеи. Все. Клеим и записываем идеи. Вот такие всякие значочки. Тоже не забыть. Мои планы, мои цели. Все это мне очень-очень надо. Скоро буду записывать видео о том, как я все это буду, короче, куда-то применять. Надо все только вот собраться. Я все закупала, закупала. Теперь буду показывать, чего, как, куда. Ну, по крайней мере, буду пытаться это сделать. Это, конечно, для студентов тут сессия, сессия. Но так как я учусь сейчас в буддийской, как это сказать, дистанционной школе, да? Буддийская дистанционная школа, да, так она называется. То тоже, в принципе, я как студент. И я подала там еще заявку на зачисление меня на факультет, что там прям и сертификат потом дадут. Ну, короче, все это тоже пускай будет. Я как студент. Вот это мне тоже очень нравится. Такой классный цвет. Все так с цветочками. Супер. И, конечно, фламинго. Я влюбилась в фламинго. Вот такие вот какие-то джангл, лифс. Листья такие джунглевые. Тоже задачи, важные заметки. Просто супер. Не могла жить без этого всего добра. Очень рада, что у меня теперь такие есть штуки. Вот такие вот классные всякие ребята у меня теперь тоже есть. Ну, короче, и того, и сего обложилось по полной. Так что я теперь все в творческих идей. Меня попросили еще записывать видео о каких-нибудь продуктах. Но я немного затупила. И я не знаю, про какие продукты снимать, чтобы вам было интересно. Если есть какие-то предложения, можете написать в комментариях. Ну, или я уже от себя что-то придумаю, расскажу. Может, кстати, про коноплю. Да, было бы интересно, наверное. Не знаю. Не хотят наклеечки, короче, лезть в мой конвертик. Сейчас, наверное, обрежу вот эту их шапку. И тогда все поместится. Ну что, уже почти 12. Опять. Опять я вклинилась в свой непонятный режим. Ну, что поделать. Таков. Таков вообще, я не знаю, что. Мир. Сенсара. Все непостоянно. Ну, я позанималась и с ярмаркой мастеров, и со своим обучением немножко. Развиваемся. Плавно. Да. Голову загружаем информацией, что уже качает от информации. Ну, ничего. Сейчас лягу спать, мозг будет потихоньку там крутить шестеренки и обрабатывать. Да. А я... Виде уже, наверное, завтра, конечно, выложим. Да, пока отдыхать. Поэтому я вам желаю всего самого прекрасного, доброго, доброго, светлого, светлого. Шлю вам лучики добра и любви. Всего самого прекрасного. Урау! И вам я желаю еще крепенького-крепенького здоровья. И вашим близким тоже крепенького-крепенького здоровья. И что еще пожелать? Ну, кто что хочет, того, пускай того и будет. Вот. Только во благо вам и окружающим. Да? Да. Я вас всех очень-очень люблю. Будьте счастливы. Да? Мозг уже не работает. Ну, ладно. Что-то наговорила, может быть, повторяюсь. Но ничего. Пишите в комментариях, что рассказать. Потому что я вообще нереально затупила в последнее время. Но ничего. Да? Всяко бывает. Поэтому, да. Иду спать. Всем пока. Всех люблю. Локи. Кысь-кусь-кусь. Муря. Локи тоже всем желает спокойной ночи. Да, Локи? Кысь-кусь-кусь. Волнеидостная реакция. Благодаря. Понятно. Всё.